Посмотрим на эти аксиомы с интуиционистской точки зрения, а можно утверждать, что все высказывания такого вида истинными и с интуиционистской точки зрения. Можно ли мы, если нам дано доказательство А, можем ли мы из него извлечь доказательства аппликации Бембриджа? Вот так пускай нам дано доказательство А. Вот это основание. Надо писать общий метод, который по любому доказательству Б даст нам доказательство А. Но нет проблем. У нас доказательство А уже есть, предположение такое. Теперь, как из Б. Мы просто говорим А, потому что Б здесь вообще ни при чем, потому что не используется. Если у нас есть положение, что А, то может быть, что Б доказательство А, то уже положение А следует следует. Ну, какой еще аксиомов можно забрать? Ну, кстати, все очевидно вот эти следы. Это может помочь, что тоже, если мы умеем выводить Б из А, и выводить аппликации Дрюча С из А, то тогда из данного А, то мы выведем В, выведем В вещество С, это способ вывести С из В, ну и выведем С из В. Ну, или там, скажем, восьмое аксиомово. Если мы умеем цель из А, и увидим, что мы умеем цель из В, тогда если у нас есть предположение А или В, то что А или В, значит, у нас как бы доказано. Либо А доказано, либо В доказано. Именно в этом стоит предположение об истинности Дрюча С. Это, естественно, уже что-то конкретное известно в правах. Но если предположение А или В доказано, что доказано А, значит, мы после этого применяем, получаем цель из В. Если мы считаем, что доказано В, тогда этот способ применяем, получаем цель из В. Ну, итак, мы называем, что первые девять схемы Ксиомы, на самом деле, можно забрать и убедить, что они приемлемы интуиционистской точки зрения. А вот теперь, что касается десятой схемы Ксиомы Ксиомы. Ну, дело в том, что мы думаем, что закон с ученого третьего интуиционистскому приемлем. Однако двойное отрицание закон с ученого третьего прекрасное интуиционистскому приемлемо. Но можно обосноваться. То есть не может не быть, что В или не П. Ну, как это обосновать? Что требуется нам доказать? Надо описать способ, как из предположения неверно, что В или не П, отсюда включить абсурд. Мы делаем следующее. Предположим, что П. Такое рассуждение. Предположим, что П. Тогда? Тогда будет П или не П. Тогда П или не П. Тогда П или не П. И поскольку всегда оно что неверно, что умеет привести абсурд, то тогда, когда предположили П, для П или не П, приходим к абсурду. Тем самым мы доказали не П. То есть предположив П, мы пришли к абсурду. Аналогично, предположив не П, мы получаем П или не П, приходим к абсурду, то есть доказываем, что не не П. Мы умеем установить не П, не не П, то есть умеем доказывать не П, чтобы предположить к абсурду предположения П, то есть мы умеем включить абсурд. То есть, правильно утрициальности, что ответил истины, а вот это не истина. Получается, это мы утрициальности всегда истина, а это не всегда. Получается, в целом, вот это охрана утрициальности не приемлема. Ну и теперь, что, как учить? Вот, как получается, это званая утрициальности истина не приемлема. Ну, исторически, первую формализацию для утрициальности истины высказывания предложил Андрей Николаевич Ромагоров, работающий 1925 года. Он рассматривал только две связки, отрицание и импликацию. И он также за основу взял некоторые исчисления классической логики с этими двумя связками, которые предложил Гильберт. И вот он подверг, значит, критике, так сказать, это исчисление. И, в результате, там, сформулировал уже интуиционистское исчисление, которое на самом деле нашей терминологией. Может, потому что там вот первая, вторая утрициальная импликация, вот эти вот аксиомы, где явно, видите, включает на утрицание и импликация, где явно, видите, эти связки участвуют. Вот по существу Калмагоров такое исчисление предложено. А это, ну, что это неприемлемое, хотя тоже это непонятно, но это вот называемое исчисление Калмагоров. А это немножко не то, что называется, конечно, или интуиционистским исчислением высказываний. А интуиционистское исчисление высказываний получается вот так, вот эту формулу, которая, значит, мы ее выбираем, а вместо нее такую схему выбираем. Калмагоров тоже эту формулу рассматривает, и он отвергает, он не включает ее в число-ксиомы интуиционистской области. Ну почему? Ну потому что она как бы противорист интуиции. Ну как бы, кто-то знает про А, мы делаем вывод прополя. Это противорист интуиции. То есть этот закон управляет. Тем не менее, вот эту схему включают интуиционистское исчисление высказываний. Почему? Ну можно привести такое обоснование. А что нам, как обосновать вот эту самую, как доказать такую импликацию? То есть надо, если нам дали указательство А, то надо предъявить доказательство, что импликация не А влечет Б. Ну и включается следующее. Пускай нам дали доказательство А. Пускай нам дали доказательство высказывания А. Мы его шутерываем. В качестве доказательства облечения. Мы берем конверт, берем пустой лист бумаги, запечатаем конверт и говорим, пишем. Доказательство высказывания не А влечет Б. Вскрыть в случае получения доказательства не А. Ну понятно, когда-то вам, может, понадобится этот способ, да? Если доказательства не А вам дадут, ну тогда мы вскроем. Почему мы уверены, что нас... Ну, дело в том, что мы же уже имеем доказательства А. А доказано. Поэтому никто никогда не предъявит доказательства не А. И вот такое, значит, самое... Ну, сейчас, что... Ну, так всем добавляется. Вот. Ну, теперь, это немножко такая жульничество облакивает, такое высказывание. Но, тем не менее, это есть интуиционистское числение А. А если обойтись без геопия ксиомы, то тогда вещество добавит 9 ксиомы, это называется минимальное исчисление. Минимальное исчисление... Ну, такое тоже... Здесь изучается, в Зеверском, минимальное исчисление. Самое приемное, в исключительное зрение. Вот. Ну и свободно, вот в этих самых... таких вот... сомнительных рассуждений. Ну и по существу. То есть по существу, на самом деле, как пермогоров, как бы скимулировал, минимальное исчисление. Ну, теперь исчисление, исчисление такое и есть. И Илман Горев еще немножко позднее, уже в 1936 году, дал еще трактовку этого самого исчисления, Илман Горев еще не рассказывал. Ну, дело в том, что я уже говорил про интуиционизм, ну, там есть исходная позиция, вот какая-то немножко философская. Какие там мы объекты, можно сказать, как о них рассуждать, там, как строить. Вот. Ну, для обычного математика, как бы, эти осуждения непонятны и неинтересны. Почему? Я могу же предложить такую трактовку интуиционистского исчисления высказываний, еще интуиционистской логики, не к обычным математическим степям. А давайте рассматривать вот значения переменных не как высказывания, а как задачи. Что такое задача по всем удобным математическим понятно? Что такое решить задачу тоже понятно? Взаименно это задачи, произвольные задачи. Вот. Теперь что такое решить задачу А и Б? Решить задачу А и решить задачу Б. Решить задачу А или Б? Решить задачу А или задачу В. А что-то решить задачу А влечет В? Понятно, слушая рядом, свести задачу В к задаче А. Тоже обычное дело в математике. Ну а отрицание, значит, решить задачу А. Значит, свести задачу А может быть задачу, заведомо имеющую решение. Ну там, например, задачу Дионидии, в качестве В, с помощью цирка или линейки построить квадрата в той же площади, что данный круг. Честно, пишут, когда трудно, что заведомо имеет решение. Вот такие вот самые примеры. И получается, что у нас логическая формула, это схема задач. Но в каком случае эта форма выражает закон логики задач? Да вот если есть общий метод решения всех задач этого вида. Ну вот можно там, скажем, для всех этих формул проверяется, А скажем, по или не по это. По или не по это. Мы же не можем любого задания... У нас же нет общего способа решать любую задачу. Нет. Ну, значит, пока нет. Нет. И мы сразу там утверждение, что сам любить способа не может. Ну, значит, это не трактном выражении. Ну, понимаем, вот эта вот такая трактовка, она... Т.е. трактовка деталейского выражения высказываний в терминах, а в технических, в технических, в понятиях. Но она в свое время пригодилась, ну, потому что это... Ну, как понятно, все, что было такое новое, тем более из Запада, это философами считалось, что это будет каким-то идеализмом, бог знает чем, и интюдиционизм считался бы как ругательство. Вот. И работа-то писали, в том числе советские логики, там... Ну, тогда вместо интюдиционистского говорили «логика задач». Логика задачи. Вот, т.е. 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 члена... на самом деле, в смысле члене задач... исчисление... Т.е. члене высказываний описало еще это... исчисление задачи, это логика задачи, без употребительного интюдиционистского. То есть это сыгралось в такой ролике, в этой трактовке.